День рождения отмечает один из самых народных проектов Первого канала Евразия. Уже два года эфир украшает программа Каймак. Съемочная группа путешествует по всей стране и показывает жизнь сельских жителей. В чем секрет успешного проекта и каково это жить на чемоданах? Алия Алмухамбетова узнавала. Для программы Каймак нет границ. Кью в названии означает Казахстан, а все остальное край регион. Всем привет, друзья! Это программа Каймак. Меня зовут Дармал Забай. Мы приехали в очередное казахстанское село. И про эти места говорят, что если на земле есть рай, то это Катон Горогай! Программа о сельских буднях завоевала сердца телезрителей своей душевностью и простотой. Главные герои люди охотно рассказывают о своих радостях и трудностях. А что обсуждаете? Да, все подряд. Ну, например? Ну, например, новости, посвежие заградки. Ну, жизнь! Ну, тогда от каждой посвежие новости. По словам шеф-редактора русскоязычной версии проекта Каймак Олега Журкевича, члены команды тоже открыли для себя много нового. Потому что они в основном городские жители. Передают сельский вайб не только через камеры и текст. Есть неуловимые эмоции, которые льются через взгляд и улыбку. Есть такая прописная истина, что село кормит город. Это однозначно так. И не надо недооценивать сельских жителей, сельское образование. Потому что многое зависит от людей. И если эти люди прикладывают усилия, если они стараются, если они идейные, то неважно, живут они в миллионнике или в селе, где всего тысяча жителей. И из маленьких сел, из малых точек выходят великие люди, достойные граждане нашей страны. Каймак выходит на двух языках. В кадре все легко и просто. Но на самом деле, чтобы снять один выпуск, проводится огромная работа. За кадром сначала идет большая работа продюсеров. Это наша страна Жанат Хан. С нами был еще год Ирина Бежинарь. Сначала они разрабатывают села, договариваются со спикером, организовывают всю нашу поездку, программу. Потом идет, конечно, работа, это коллективная идет работа ведущего, режиссера, монтажера, операторов. Это большая команда. Водители. Примерно 10 человек мы ездим в командировку. Я как оператор всегда пытаюсь поймать в кадре эту сельскую жизнь, да как дети играют. Это прекрасно. Когда ты можешь посмотреть и показать своим зрителям то, что они еще не видели. Это замечательно. На селе есть очень интересные предприятия. Например, в Акмолинской области растят особенную пшеницу. Такая есть только в трех странах и у нас. По легенде, эту пшеницу достали с гробницы египетского фараона. Изначально ее начали культивировать в Америке. Уникальность этой пшеницы в том, что это не сортовая пшеница, это не сорт. Это, можно сказать, прародитель пшеницы. Каждая поездка – это удивительная природа и новые знакомства. Где только не приходилось брать интервью. Но однажды отвечать на вопросы пришлось самому ведущему. А в чем сила? Сила в работе, в труде. Надо пахать. Надо пахать. Работать, 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 работать. Впереди традиционные летние каникулы. А уже осенью Каймак вернется с новыми историями о жизни казахстанских сел. Алиял Мухамбетова и Манбек Нургали. Первый канал Евразия.